Девушки отдыхают 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 Но видишь, я с детства уже пытался каким-то образом привлекать внимание. Понял, что внешностью вряд ли, но тогда, во всяком случае, хотя бы кариасом. У Дениса трое детей. Тимофей ему 15, Эвелина ей 11 лет и Даниэль, которого вы воспитываете вместе с Ириной, ему 3 года. Это прекрасно. Ирина в детстве хотела стать фермером и разводить кроликов, но стала юристом. Не жалко ли вам, что эти белые пушистые комочки растут без вас где-то? Вы знаете, иногда, наверное, жалеет. Кстати, очень хорошо помню этот момент. Это было, наверное, в классе в пятом школе. У нас был урок рисования. И учитель как раз-таки попросил выполнить задание. Нарисуйте вашу будущую профессию, кем вы хотите быть. И у нас весь класс девочек нарисовали балерин и актрис. Одна я нарисовала фермера. Ирина любит вышивать и рисовать вместе с сыном Даниэлем. Все верно? Отлично. Аплодисменты. И традиционно мы начинаем, конечно же, с рассуждалок, потому что мы же рассудительные люди. Сейчас перед вами на вот этом экране появятся наши всезнайки и начнут о чем-то рассуждать. Первое рассуждение будет для вас, Андрей и Екатерина. Готовы? Да. Тогда начнет рассуждать София Борисова. Ей 7 лет. Пожалуйста. Они есть у животных. Они есть у маленькой Тли. Когда Тли что-то хочется, она это хочет и делает. Она поселяется в домике на болоте. Если муравью хочет, он собирает свою компанию муравьев и строит муравейник. Когда человек спит, у него нет мозга. А так у него всегда есть мозг. Если он у него разрядился, он не может думать. И он просто спит. И вместо этого он видит сны. Это есть даже у маленькой Тли, когда она собирается строить домик на болоте. Представляете, какая романтика в жизни Тли, оказывается. Никогда об этом не думал. Может быть, это инстинкт? Когда ты спишь, он инстинкт, включай. У Тли он на болоте. У муравья он собирает друзей из муравьев. Инстинкт? Ну, они инстинктивно хотят построить муравейник. А у человека мозг и его отсутствие как с инстинктами связаны? Это проблема. Проблема, конечно. Инстинкт-то остается, даже если мозга нет совсем. Да, идея. Мы это довольно хорошо знаем. Ты не против? Я пока не против. Давай, пусть это будет твоим шансам. Можно идея? Можно, конечно. Идея, да, вы говорите? Идея! Эврика, ура! Это неправильный ответ. 15 баллов вам не достаются, к сожалению. А, видимо, такой же был ответ, понимаете? Нет, мы были на твоей стороне. А теперь Платон Барсигян, 6 лет, и его товарищ Стас Боблок рассуждают для вас, дорогие Денис и Ирина. А там же? Конечно. А там же? Бывают такие, например, те, которые не понравятся другим. Например, твой друг замаскировался в друга, а на самом деле вот его попросил друг, иди ко мне на день рождения, а он не пришел. И наоборот, захотел помешать. Плохая к нему пришла, и он, например, попросил, чтобы никто к нему не приходил. Он плохой жульник. В принципе, Катя, правильная мысль была идеей, но только не совсем идея, а что? Мысль. Мысль. Это мысль. Совершенно верно. 10 баллов достаются вам. Спасибо. Поздравляю. Прекрасное начало игры. И вы же, кстати, начинаете следующую порцию рассуждалок. Для вас выступают Гриша Горелов, 5 лет, и Алиса Громова, того же возраста. Пожалуйста. Ее придумал Петр Первый. Петр Первый. И он строил на ней корабли и плавал на них. Он был капитаном. Да. Был капитаном и говорил своим слугам, что нужно делать, и они все выполняли. Даже не слугам, а матросу. Да. Вот так вот. Ее придумал Петр Первый. У меня есть догадки. Ну. Ну скажи, давай, я не буду говорить. Ну, я думаю, что это неправильно, но пока единственное, что приходит в голову, это гавань. Оригинально. Да, и говорит слово красивое такое, еще ни разу в нашей игре не произносилось слово «гавань». Высшее юридическое образование в ней кричит просто. Да, да, да. Гавань, гавань, гавань. Я очень снижаюсь, что дети знают это слово. Но, нет, увы, это не гавань, 15 баллов из игры. Вон, Вика Харченко, 4-х лет, и ее старший товарищ Илья Поплавский, которому 5, очередную порцию рассуждений сейчас нам выдадут. Пожалуйста. Ее выбирают так, что сначала мы должны узнать по компьютеру и там по другим делам, какая она будет, удобная или неудобная. Если что-то не понравилось, то пока отменяем эту. А потом можем новую. Новую. Ой. Петель. Флот, не знаю, там обувь. Ее, ну что? Ее надо выбирать по компьютеру, чтобы она была удобная. А, обувь, ух, как интересно. Модель. Ее придумал Петр первый. Модель корабля. Не знаю, модель, машина. Давай модель. 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 Ну. Ну что, Петр первый модель придумал? Ну нет. Конечно нет. Борода. Ну, ее Петр первый не мог придумать. Он ее, наоборот, запретил. Он ее запретил. Не, ну была же прекрасная версия обувь. Чем она вам не нравится? Я не понимаю. Ну, обувь. Ваша версия. Значит, обувь. Моя версия принимается. Да, обувь. Это неправильная версия. Ну, конечно же. Господи. Ну, конечно же. Так, Коля Олейник. Шести лет. Вот сейчас или Коля, или никто. Вам уже не поможет. Близкая фамилия. Давай. Денис, Ирина, смотрите внимательно. Николай, давай. Коля, давай. Она самая легкая, это что, когда просто, это, например, дворник. Просто подмежтаешь. Это руками. Раз, два, раз, два. Он может отдохнуть на лавочке, посидеть. Потом опять начать. Потом, когда дождь начнется, уйти домой. Потом опять начать. Снег потом убирать, когда зимой. Вот это самое легкое. Ой. Если бы Коля знал, как глубоко он ошибается, да, когда думает, что самое легкое ой у дворника. Либо метла, либо лопата. Если снег зимой убирать, лопата. Ну, можно метлой тоже убирать снег. Листья лопаты не убирают. Конечно. Хорошо, ну, давайте рассуждать логически. Самое легкое у дворника. Захотел, помел, да. Надоело, бросил, посидел. Ну, вот ты же говоришь, профессия, она говорит. Что? Профессия, она говорит. Ну, 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 пусть будет профессия. Профессия, сказала Ирина. И она почти угадала, потому что это работа. Просто ра-бо-та. И все. Самая простая ой у дворника. Почему ее придумал Петр Первый, я не знаю. Чет остался прежним 10-0. И у нас на очереди очередные рассуждалки. На этот раз начинаете вы, дорогие Андрея и Екатерина. А для вас выступает Даниэль Злотский. Ему 5 лет, смотрите. Такие люди такими вырастают, потому что они с детства этому привыкли и будут жить всю жизнь так. Потому что они это привыкли так с детства. Они где-то про это услышали и начали быть такими же. А это целеустремленные. Те, кто вырастают потом такими же, становятся, может быть, потом другими. Так, так, да-да-да-да-да, интересно, да. Вот они бывают иногда сначала детьми, потом они ходят... Некоторые рождаются сразу взрослыми, а некоторые сначала бывают детьми. Итак, кто же это? Спортсмен. Спортсмен. Прекрасная версия. Неверная, но прекрасная. Артем Силин играет с Денисом и Ириной. Пожалуйста, Артем. Папа такой бывает, когда он защищает ребенка, когда он заботится о нем, когда он остается одним с ним, когда он защищает жену. Поэтому он такой для них человек. А работает он этим в телевидении, потому что он дает людям информацию. И они ее получают и знают. Так, папа... Сначала, да, вроде мы поняли, кто. А потом он взял и умер. Таким человеком, да, когда защищает жену, ребенка. Слушайте, у нас трое детей, а на двоих пятеро. То есть ты таким бываешь иногда, видимо? Да нет, я просто... Я понимаю, что то ли у нас дети какие-то неправильные. На двоих пятеро они не знают. Все дети правильные. Да, конечно, нет. Просто ли, видимо, что-то может... Может, мы их не понимаем. Пусть будет кумир. Пусть будет кумир. Ну, говори кумир. Пусть будет кумир. 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 Очень близко. Прямо вот очень близко к правильному ответу. Действительно. Это, к сожалению, не кумир. Но сейчас Андрей и Катя нам скажут, кто это был с того, как с ними побеседует. Думаю, что это герой. Алиса Бабкина. Я думаю, да. У нас в садике мы смотрим балет «Солушка». И там роль мужчины играет женщина. Роль принца, если я не ошибаюсь. Я точно не запомнила, но играет. И еще у нас в саду на первый наш праздник мама. Думаю, моя мама этого не помнит. И я играла роль лиса. Вот. Думаю, мама это не помнит. Вот. Еще иногда встречается такое... Ну, в смысле, вы знаете что? Еще очень часто в мультиках. Это не часто можно увидеть, но можно. Итак. Тот всех защищает, спасает, оберегает. Каждый день выходит на работу и там работает. И он же появляется в спектаклях. Да? Их там бывает много. Ну или... Герой, персен... Ну, герой. Как вы сказали? Я герой. Ну да, герой. Вы думаете? Екатерина, Андрей. Да герой. Я вся герой. Герой. Конечно. И это совершенно правильный ответ. А Симен на герой вам достается 5 баллов. Ну, счет таким образом стал 5-10. Он еще совсем маленький, еще не подросший счетец. Но это не страшно, потому что впереди у нас еще куча конкурсов. И первый из них предсказалки. Есть у нас прекрасные собеседники. Вот эти вот наши маленькие мудрецы, наши детишки. Например, Полина Симонова. С ней мы поговорили, легко ли стать поваром, чтобы работать в ресторане. Давайте, посмотрите этот разговор. Пожалуйста. Я думаю, что на повара надо долго учиться. Потому что сразу все не выйдет. У некоторых, которые уже долго готовят, уже дома готовили, было вкусно. Он уже может сразу поступить. Потому что он уже тренированный. Он уже может это сделать. И его спустят. А кто не умеет, его там учат, учат. Его там год учат, а потом уже дают в повара. И после этого рассуждения, весьма надо сказать разумного, мы спросили у Полины. А вот сам повар, он должен любить все те блюда, которые подает гостям в ресторане? Как вы думаете, что нам ответила Полина? Поскольку у вас баллов больше, я попрошу сначала ответить вас, Денис и Ирина. Судя по психотипу девочки, она так достаточно, мне кажется, цинично. И вполне может предположить, что необязательно ему должно нравиться то, что он будет готовить. Но это мое какое-то ощущение. Я тоже так думаю. Не обязан он любить те блюда, которые готовят? Мне кажется, не обязан. А вы как считаете, скажите, Катя Андреевна? У нас разделилось мнение. Прекрасно, но я бы хотел получить какое-то одно. Я пока присоединяюсь к той команде, я тоже считаю, что не обязан. Но... Я отсоединяюсь. Мужчина главный, мужчина отвечает. Принимает все на себя. Ну так что? Но мне кажется, если повара взяли, то он должен все-таки любить то, что он делает. Ну вообще, как-то работу свою, эти блюда... Повар обычно там, он любит же все это, он делает. Да, да, да. Любит, что он готовит. Ну то есть, таким образом, ваша версия, да, повар должен любить те блюда, которые готовит. Давайте теперь проконсультируемся у Полины. Полинушка, должен или нет? Он может не любить. Например, он сыр не любит и картошку. А он, чтобы ему получить зарплату, он готовит. Потому что деньги ему важны. Потому что без денег ничего не купишь. Мне кажется, у него папа повар. У меня такое ощущение. Не знаю, повар ли у нее папа, но психотип девочки, вот Денис просто щелкнул, понимаете, как орешек. Да, но так получается, он нет, не должен, но что получать зарплату, соответственно, должна была сказать, он должен. Ну она такая реалистичная. Да, да. Он может не любить. Жестко реалистичная. Не можешь меня слушать. Сказала, что может не любить. Таким образом, 10 баллов достаются вам, Дениса и Ирина, я вас поздравляю. Счет становится 25, но ничего угрожающего в этом пока нет. Второй тур предсказала. Давайте сначала поговорим с Катей Шульц, ей всего 5 лет, и выясним вообще, бывала ли Екатерина в ресторане. Та Екатерина маленькая. Пожалуйста, Катенька. Я была один раз в ресторане, там было много блюд и детей. И мы все выбрали шашлык и сок. И мне понравился шашлык. Ну и вот у этого чудесного ребенка мы тоже спросили, Катенька, ну вот тебе понравился шашлык, сок, все здорово. А повар обязан любить те блюда, которые он готовит? То есть вопрос был ровно тот же самый. Ну вот эта девочка какая-то позитивная. Мне кажется, что да. Нет, она не то, что позитивная, она тоже позитивная, но та такая более реалистичная. А эта какая-то немножко витает в облаках, такая вот она романтичная немножко, и в принципе, может, она не должна сомневаться, что... Мне кажется, ее вывод должен быть такой, если он не будет любить, то шашлык будет невкусный. Ну вот как-то да, наверное, да. Ну, да, понимаю. Ваша версия, она сказала, да, должен любить. Да. Как считаете вы, Андрей и Катя? Ну? Я настаиваю на своем мнении, потому что повар, который делает свою работу, он должен делать ее хорошо, и то, что он готовит, он тоже должен делать хорошо. Я буду солидарен с кляверами. Да. Должен любить. На этот раз ваши версии совпадают. Давайте их проверим. Дорогая Катя Шульц, должен или нет повар любить блюда, которые готовят? Повар любит еду, которую он сам готовит. Молодец. Если любишь, то получается вкусно. Мое слово. Ну, умница. А с ней не думаешь, то получается на вкусу. Отлично. Таким образом, счет становится 30-15. По-прежнему в пользу Дениса и Ирины. Ну и, конечно, сейчас в эфире наше знаменитое на весь мир шоу «Без комплексов». Есть у нас такая специальная девочка, Василиса Володина. Ей 5 лет. Она знает шлягер «Попытка номер 5» и исполняет его с первой попытки. Ну-ка, посмотрите внимательно, что сейчас будет. Прошу. Я мало кого любила, второй надоел, я тебя забыла. Четвертый исчез во вторник. О первом почти ничего не помню, но пятый мой совсем не такой. В его руках я таю, как снег. Меня уносит теплый якой. В поднебесь я, а я простила, я простила, опять, опять, опять. О, как умаялась я с тобой, моя попытка номер 5. Браво. Хорошая девичья память. Ничего не помню. Да, 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 именно. Коротко и выразительно. Музыкальная пауза на этом заканчивается. И мы вновь бросаемся в гущу битвы. Поехали. Итак, динамика сейчас будет нарастать, нарастать и нарастать. Мы переходим к объяснялкам. Сейчас на экране перед вами замелькают детские лица, которые будут вам объяснять что-то одно. То есть разные дети будут говорить о каком-то одном предмете или понятии. Начинаем с вас, Андрей и Екатерина. Внимание на экран. Если их не было, это значит, если преступник забрал. И если робот-невидимка забрал их. В фильме я видел, они были квадратами, завязаны на веревочке. Когда их не было, не было нормальной одежды, не было туфель, не было ничего. Все делали из шкуры. Если они порвались, то это плохая примета. Кот их прятать нельзя, потому что они невкусные. Китай не китайный, а Париж они парижный. Это такие вот бумажные и круглые. Нет, только не бумажные. Они вот такие вот круглые, они делают не бумаги. Или полицейские забрали себе домой, чтобы купить новую машину полицейскую. Я думаю, что это все-таки какие-то такие... Такое понятие, которое объясняет средства, на что можно что-то взять. Ну, да, возможно. Да, а сейчас они появились, мы можем это купить. А, соответственно, это слово деньги. Деньги, совершенно верно. 10 баллов ваши. Молодцы, что рискнули, не стали просить никаких добавок. 25-30 становится наш счет. И мы переходим к объяснялкам для вас, дорогие Денис и Ира. Пожалуйста. Во дворе мы с другом ее нашли. Она лежала в трубе. Мы ее опять закопали. Животные ее не пьют, потому что она вредная. И ее пить нельзя, потому что от нее можно отловиться. Болото и грязная вода. А это никто не делает. Это делает сама природа. А клокодил может в ней плавать, потому что ему не вредно это. Ой! Но он станет черным. А это ни для чего не нужно. Просто природа, просто в природе получилось. И оно так и есть. Ты мне уже голову заморочил. Ах, какие прелести. Без подытога Алексея. Такое бывает. Ни для чего она не нужна. Она просто сама в природе получилась. Вот мальчик нашел ее с другом в трубе. Она лежала во дворе. И они ее закопали обратно. Ну, это лужа, может быть. Ничего себе, лужа. Ну, хотя, да, в общем, если это лужа на асфальте, например, то она может быть и черной. Она может быть и в трубе. Не, ну это сейчас, подождите сейчас. Это такие вот мы же разговариваем. Ну, конечно, разговариваем. Почему же нет? В трубе. Ну, говорите. В трубе мальчик ее нашел во дворе. Какая нефть? Ну, а что, нефтяной? В трубе она лежала только в трубе. И они ее обратно закопали. Грячь, что ли, какая-то? Да кто ее знает? Помните о том, что есть добавка. Давайте грязь. Давайте грязь. В принципе, действительно, грязь из этого вполне себе вытекает. Извините за невольный каламбур. Ну, хочешь, возьмите. Давайте добавку. Добавку? Угу. Добавки нам, пожалуйста. Может, ее находят где-то, например, на коряге какой-то. Или на дереве можно. Или, например, сверху коры покрыто. Если она кончится в мире, то ничто не будет работать. Ни машины, ни тракторы, ничего. Если она кончится в мире, ничего не будет работать. Ну, нефть, наверное. Ни машины, ни тракторы, потому что они все работают на производных от нефти и из нефти. Конечно. Да, да, нефть. Это нефть-матушка наша. Пять баллов, ребята, вы, тем не менее, зарабатываете. Молодцы. И счет становится 35-25 в пользу Дениса и Ирины Клявера. Надо меньше логики, на самом деле. И это значит, что к нашему финальному конкурсу, к обгонялкам, мы подходим практически с равным счетом. За что мы больше всего на свете любим обгонялки? За то, что сейчас все может измениться самым невероятным образом. Поехали. Это тот самый конкурс, когда вам понадобится и сообразительность, и реакция, да, и точность в нажатии кнопочки. Некоторые промахиваются от нервов, и им так обидно потом. Маруся Прокофьева и Аня Панченко обе шести лет начинают обгонялки. Он растет в тропиках, его можно сажать дома в горшочках. Его нужно поливать редко. Еще ему нужно солнышко. Еще ему нужна водичка. Еще у него такие цветочки вырастают, как ротик. Так, стоп. Катя нажала на кнопку первой. Екатерина, что это такое? Кактус. Это действительно кактус. Браво! Десять баллов получаете вы. Счет сравнивается. 35-35. А ты что думал будет? Я вообще ничего не думал. Не думал. Я слушал детей. Он просто ведь жми. Мне нравится наблюдать за детьми. Сложный труд. Антон Мамедоразов, шести лет, и Макар Винихин, семи. Объясняю следующее слово. Прошу. Он стоит у нас во дворе без... без... Внутри кабина. Так, Денис. Стоит во дворе, у него кабина. Грузовик, наверное. Ну, мог бы стоять грузовик, но в данном случае это не так, к сожалению. Нет, да. Это не грузовик. Катя, Андрей, дослушайте, пожалуйста, объяснение до конца. Внутри кабина человек. Без человека нельзя построить дом. Он высокий, железный, похожий на жирафа. Вы представляете себе? Что же это? Кран. Да, это подъемный кран, совершенно верно. Во дворе у мальчика идет строительство, да, строят соседний дом. Счет-то становится 45-35 на сей раз уже в пользу Андрея и Екатерины. Пересвет Белоцерковец. Чудный мальчик четырех лет дает вам свои пояснения. Прошу. Он одеет только в штанах и в ботинках и в майке. Все. Он научит детей плавать, заниматься тренировкой, делать зарядку. Так, Денис был первым. Этот, физрук. Чуть-чуть подумайте еще. Тренер. Тренер. Этот тренер, да, именно так. Ответ правильный. Преподаватель по физкультуре, ну, по идее. Вы получаете 10 баллов. Счет становится равным. 45-45. Маша Бурыкина и Арина Пузыня, шестилетние девочки, объясняют следующее слово. Прошу. Сначала, это такой человечок маленький, у которого маленькая голова и длинный хвостик. Еще, потом, еще он плавает. Так, Катя нажала на кнопку. Отлично. Он плавает. Он называется, лягушкой становится, а из лягу, до этого, в воде. Не моллюска, а вот маленький такой, да? Как его, маленький такой. Да что, ага, ага, ага. Ну, как же его, а? Ящеречка. Нет, нет. Между червячком и лягушкой, как бы, да? Ну, как это? Сейчас. От головы иди, иди от головы. Головастик, ты мой родной. Головастик, верно, это правильный ответ. Нет, голова. Я помню. 55-45. Полина Каспирович, 7 лет, и ее подружка Лиза Литвинова задают вам финальный вопрос. Прошу. Это такое украшение, которое можно плести из резиночек, из босинок. Так, Катя нажала на кнопку первой. Лиза, Лиза, дома вот это вот сейчас. Прошу вас, крючком. Браслеты, фенечки. Но их по-разному сейчас называют. Вот эти вот резинки, которые нам вот полетут. Слушайте, но браслеты, фенечка, все-таки совсем разные слова. Браслеты они плюют. Браслет, да? Ну, ну а как? Я так хотел, чтобы мы закончили ничье, и потом еще дополнительный вопрос. Все такое, но не получилось, потому что это действительно браслет, конечно. Да, вы выигрываете, ребята, со счетом 65-45. Денис и Ира, спасибо вам огромное. Спасибо. Было истинным наслаждением с вами общаться. Я уверен, что не только я так радуюсь сейчас, но и все наши зрители. А с вами, господа хорошие, мы увидимся сейчас в суперфинале. И называется «Побеждалки». Замечательная пара, Андрей и Екатерина, сегодня у нас победили. Им досталась мультиварка, вещь чрезвычайно полезная на кухне. Но, конечно, хочется побороться и за главный подарок, за огромный телевизор. Ну, или, может быть, не очень хочется, но придется, таковы наши правила. Кто из вас будет разговаривать с детьми? Я, конечно, буду разговаривать с детьми. Вы, Андрюш, да? Идите, пожалуйста, сюда. Сейчас вам предстоит объяснить нашим маленьким мудрецам 8 слов. Слова несложные совсем, но у вас есть всего 60 секунд. Выходите, пожалуйста, сюда, милые дети. Вот они красавцы и умницы, и умник. Женя Буцилова, 6 лет, знает... Ты знаешь песню «Лягушки»? Да. Можешь спеть кусочек? Ха-ха-ха, ха-ха-ха, вот какая чепуха от бездельницы лягушки. Отказался пеликан, кто трудиться не желает. Не танцует, не играет, тот от шкуки пропадет. Отлично, Женечка, браво. Вячеслав Иванов, 5,5 лет, научился кататься на коньках, правда, пока не умеет тормозить. Да, Слав? А у тебя, скажем, хоккейная форма есть? Вся форма черная, а шлем белый. Отлично, Слав, спасибо тебе большое. София Усович, 4,5 лет, умеет делать своей кукле сложную прическу? Да. Эмма Кононова, 5,5 лет. Эмма утверждает, что в море к ней приплывали дельфины. Неужели это правда? Да. Чем-то их так заинтересовала, Эмма? Они сами приплывали. Ну, значит, им понравилось, наверное? Да. Да? Отлично. Нам ты тоже очень нравишься. Так, все, дети замечательные. Итак, время пошло. Пошло. Дома мы чем убираем? Пылесосы. А художник чем рисует? Кистей. Да. На корабле у пиратов есть черный. Развивается на ветру. Развивается на ветру такой черный. У пиратов там еще, знаешь, крест нарисован. Так, давай дальше. Большой такой, толстый, не корова, а знаешь, в джунглях живет. В воде. В воде. В воде плавает. Огромный. С таким вот этим вот... Осьминог? Нет. Да-да, поехали дальше. С четырьмя лапами. Горит на потолке. Лампочка. Молодец. Да, умничка. Так, София. На дороге машина тормозит, там есть зеленый, желтый, красный. Цветофор. Молодец, цветофор, умничка. Знаешь, у военного он надевает такие вот обувь. Как ботинки, только высокие. Красненькие. Сапоги. Сапоги. Отлично, время закончилось. Ну, чуть-чуть, но где-то в середине потеряли, конечно, прямо много времени, но вы объясняли бы прекрасно. И мультиварку у вас уже никто не отберет, как вы понимаете. Почему? Он оказывается за вашим столом, садитесь, пожалуйста. Вы очень заблуждаетесь, Алексей. Ну, а нашим маленьким участникам торговая марка Крибли Бу дарит подарки. Кто сказал, что учеба – это скучно? С Крибли Бу ребенок играет и учится одновременно. Крибли Бу – игры и игрушки будущих лидеров. Ну вот и все на сегодня. Мы увидимся ровно через неделю на передаче «Устами младенца». На передаче, с которой никто не уходит обиженным. С вами был Алексей Корнев. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова